Мейбет, уважаемые земляки, я всем сердцем и душою сегодня нахожусь на площади вместе с моими земляками. В силу своей работы, так как я работаю в сельском хозяйстве и конкретно по борьбе с пустынем, я не могла сегодня приехать в город. Поэтому записываю видеообращение. Во-первых, хочется обратиться к нашим землякам. Мы не должны складывать руки по поводу того, что будут какие-то гонения и так далее за нами. Если все-таки мы действительные патриоты, мы на своей земле, мы не пришли к чужим, в дом не постучались. Мы здесь уже более 400 лет, поэтому я по праву могу защищать свои интересы, интересы своих земляков, тех людей, которые здесь родились, ходили в садик, в школу, знают каждый переулок нашего города. И каждый готов что-то вложить в развитие нашей эзисты. Что касается комментаторов в соцсетях, мне очень неприятно. Я вообще человек далекий от соцсетей, но в силу сегодняшнего дня я вынуждена наблюдать, что творится в периметре соцсетей. Инстаграмы, контакты и так далее. Я даже радуюсь, что я сейчас нахожусь в ТП, здесь нету связи. Чтобы найти связь, нужно подниматься куда-то на Бугор и так далее. В соцсетях что только не пишут. Во-первых, лично по мне, мною интересоваться не надо. Я родилась в городе Листа, ходила в садик и училась в школе в городе Листа. После окончания учебы вуза, обратно вернулась в Калмыкию, начинала с района. Потом снова стала работать в Листе. Поэтому по праву считаю, что мое мнение все-таки должно учитываться, так как я являюсь коренным жителем этого города. Фамилия многих будоражит моя. Фамилия у меня калмыцкая. Я сама калмычка. Я видела своих прабабушек, прадедушек сама. Они меня нянчили. Поэтому всем сразу отвечаю на вопрос. Я калмычка. Несмотря на то, что у меня фамилия заканчивается на О. Что касается наших рвений в политику и так далее, я работала в госслужбе, работала в муниципальной службе. При этом в силу кое-каких обстоятельств вынуждена была уволиться с Министерства сельского хозяйства и открыть свой бизнес в нашем городе. На сегодняшний день у меня есть свой офис. Мы работаем по направлению сельского хозяйства и по консалтингу с предпринимательством. Поэтому я не жалуюсь на то, что мы где-то не у власти и так далее. То, что мы вышли и выступили, молодежь нашего города, нашей республики, это просто потому, что у нас сердце болит за то, что будет происходить дальше. Назначение Трапезникова – это одна из причин, может быть, поводов к тому, что нас ждет в будущем. Мы волнуемся не за то, сколько просидит Бату Сергеевич у власти, кто его сменит и так далее. Но если, например, вот сегодня, Бату Сергеевич, обращаясь именно к вам, если сегодня вы действительно пришли с таким позитивом, с таким мнением развивать свою республику, мы готовы. Конкретно я, как представитель молодежи, как представитель женщин, девушек, мы готовы работать. Если нужно работать головой где-то в офисе, мы это умеем делать. Если нужно работать в степи, мы от этого не отказываемся. Работы мы не боимся. Но просто будоражит то, что, во-первых, пару моих выступлений на митинге почему-то на сегодня сказываются на мне и моих родственниках. Почему-то на меня выходят мои знакомые, в том числе и родственники, по поводу моих выступлений. Я высказала свое личное мнение. Не отношусь ни к оппозиции, ни к организаторам митинга, никому-либо. Как некоторые думают, что мы идем от Кичиковых, нам сыро и так далее. Я эти фамилии знаю точно так же, как и многие те, кто просто ведут какую-то там войну, революцию. Просто сидя за мониторами своих компьютеров, либо через телефоны. Поэтому хочу сказать, что за нами никто не стоит, нами никто не движет, нам никто не платит за наши выступления и так далее. Нам это не нужно. То, что мы каждый из нас выступаем, мы просто болеем душой за то, что произойдет в нашей республике. Вот, например, конкретно по Дмитрию Трапезникову. Пока он приехал, пока он изучит все наши микрорайоны, наши районы, в это время уже тот, кто жил, работал в Листе, это могут быть наши ровесники. Могут быть постарше. Очень много есть примеров у нас в республике. Необязательно это калмыки. Это могут быть русские, это могут быть казахи, татары, украинцы, кто угодно, кавказцы, без разницы. Любой человек, но тот, который жил именно в нашем городе. Почему? Потому что, вот допустим, очень многонаселенный район, южный район, никого почему-то не заботит вопрос наличия школы. Дети маленькие, на сегодня тем более школьная база усиленная. Они вынуждены ездить на газелях, которые ходят редко, а в большей части это такси. Они вынуждены ехать куда-то в центр города, на другой конец города, чтобы просто получать знания. Это глупо для столицы целого региона. Это первое. По, допустим, нашему тому же здравоохранению. Откуда может Дмитрий Трапезников знать, какие у нас специалисты, какое оборудование и так далее. За три дня и за три месяца это не выучишь. Если мы должны год дать Трапезникову на то, что он город поправит, он в течение года будет только изучать состояние нашего города. Наши дороги, это вообще что-то смешное, потому что я сама лично работала в Министерстве земельных отношений, зная, что на многих улицах у нас проходит асфальт по бумагам. По факту его нету. А у нас в этих районах, вот северо-западный, южный, да даже просто за пределы центра города выйти, у нас нету нормальных дорог, нету тротуаров, нету нормального освещения. Вот сегодня, слава богу, уже начинают подсвечивать город. А так ведь это трудности. Как, допустим, в непогоду должны, ладно, дети, у детей есть родители, довезут старики. У многих стариков дети вынуждены от 40 до 50 работать в Москве, в Питере и так далее. Колоссальнейшее количество наших специалистов, профессионалов, именно здравоохранения, педагоги, они все за пределами республики. Почему такая ситуация? Потому что к нам привозят с ДНРов или еще откуда-то, якобы специалистов, которые 7 дней возглавляли, и это уже считается, оказывается, большими должностями, и пытаются наладить ситуацию в нашем городе. Тогда, когда коренные жители Элисты вынуждены где-то работать, снимать квартиры, оторваны быть от своих детей, от своих родителей, присылать сюда зарплаты свои просто на выживание, тогда, когда надо делать так, завозите сюда оборудование, завозите сюда вакантные места с хорошим заработком. Все наши ребята сюда вернутся, наши мамы вернутся, они все там гастробайничают, так это называется. Если у нас есть национальная республика в пределах границ, мы и будем развивать, не нужно нам со стороны. А теперь сегодня что происходит? Кроме Трапезникова, я уже не хочу перечислять всех фамилий, все об этом знают, но, ладно, чтобы заранее забегая вперед, чтобы потом комментаторы не писали, вот конкретно, Зайцев, мы ничего не знаем, Шварцман, ничего не знаем, Трапезников не знаем. Сегодня у нас министр экономики, одно из ключевых министерств региона, возглавляет люди, приезжие, ради бога. Но мы точно знаем, что вы не сделаете того, что мы сами сможем сделать на просто даже энтузиазме. А к чему идет сегодняшний политический день? Пускай бы, вот кого я сейчас перечислял, пускай бы они работали, но просто другим назначением в противовес, это Алексея Маратовича Орлова, над которым буквально месяц назад все смеялись, и в том числе и СМИ, которые под государственной нашей властью показывали наш самый, наверное, такой порог, да, Левокумский канал, это вода, это безработица, это все передвижение специалистов и профессионалов в столицу России. Куда тогда мы катимся, если вот это все происходило, происходило в течение многих лет, люди уже за решеткой находятся, и мы становимся в Совете Федерации. В таком случае мне, как молодежи, как начинающему специалисту, профессионалу, да, какой мне пример, что мне нужно делать, чтобы, оказывается, попасть в Совет Федерации? Нужно просто сидеть и красиво уметь говорить? Не с этого начинается Родина. Родина начинается с сердца, с патриотизма, с умения работать и с энтузиазма. А так просто назначениями и переназначениями мы в скором будущем превратимся, вот у меня есть друзья, да, нагайцы, очень большой был нация, да, кочевой народ, огромной территорией занимали, сегодня они не имеют своей автономии. Получается, если мы, Халимгут, будем...